Ну, вы знаете, мне тоже не очень понравилось, что мы поменяли местами. Может быть, великий смысл был в том, чтобы уйти от этой острой темы, но очень уж просили люди, и вот, к сожалению, не все из нас сегодня были. А может быть тогда, знаете, как, извините, Олег, что перебиваю, а может быть, всё-таки подкаринское учебного года, потому что всё-таки с этого, ну, с 13-го года мы живём по новому закону образования, да? И, может быть, мы уже все понимаем, как Вы говорите, да, в воздухе что-то витает, что-то вот, это всегда чувствуется, да, когда в воздухе что-то витает, что будет новый перемен, и мы все понимаем, во-первых, мы уже реально видим какие-то новые изменения, и мы понимаем, что будет ещё что-то, даже, может быть, не совсем по букве закона, что написано. Ну, тут могут быть разные точки зрения, смысл лекции заключается в следующем, мы будем говорить о кризисе российского образования, попробуем разобраться в его причинах, и попробуем понять суть реформ, которые проводит Министерство Ливаново. Правильно ли они делают, что они заимствуют западноевропейские стандарты, или они ошибаются. Если они их заимствуют, то видят ли они, что получается, а с чем у нас совсем беда. То есть это будет разговор и о российской школе, и о разных системах воспитания, той, которая сложилась у нас исторически, и которая действует в Европе. Подходит она нам или нет. А будет процесс только Европы? Ну, это в основном, но потом можете задать любой вопрос. Я работаю в Академии повышения квалификации работников образования. У нас каждый год там баталии с учителями. Мне кажется, что мне трудно, наверное, задать вопрос, который я ещё не слышал от педагогических работников. Да, нормально, да. Поэтому там много вопросов, надо говорить, что ты скажешь. И когда эта лекция? Я пока сейчас не могу ответить, потому что это нужно согласовывать с руководством библиотеки. Ну, примерно. То есть я понимаю, что уже в этом учебном году нет. Ну, подумаем. Может быть, я думаю, что всё-таки стоит. Если будет в этом учебном году, то это будет объявление. Да. А если нет по каким-то причинам, ну, значит, уже в сентябре. С этого и начнем. То есть я думаю, что это было... Давайте так, я вам пообещаю, что эта лекция будет точно, но вы мне пообещаете, что вы обязательно придёте. Окей. Хорошо. Все последние три встречи были вопросы про Украину, и люди хотели поговорить именно об этом. И по какому-то... я не знаю, ну вот этим юношам явно было скучно, людей было гораздо меньше, чем обычно. Ну, что это за Украина такая? Я не знаю, может быть, все ожидали, чтобы это образование... А что вы меня не понимаете? Нет, я думаю, что... Я в корне не согласен, что азиатчина, я считаю, что моя точка зрения абсолютно противоположна. Вот мне кажется, вот эти три юноши вели себя как провокаторы, только что они хотели спровоцировать, я не понял. Я приехал из Сибири, я паломник, я русский человек. Я думаю, что причины две. Я приехал, я пришёл просто посмотреть фильм, меня позвали. Я не провокатор. А какой этот фильм? Просто решил по фильмам посмотреть, что... Первая причина заключается в том, что тема Украины, её слишком много вообще везде, и люди, мне кажется, просто устали от этой темы. А я хотел рассказать это наиболее интересно на самых таких запоминающихся ярких страницах истории. А второй момент – это то, что сегодня мы всё-таки переживаем такую острую фазу поляризации мнений, которая не может не быть агрессивной. Потому что у нас чётко сейчас прослеживается линия «свой-чужой». Это всегда происходит в тот момент, когда два государства сталкиваются по разным причинам лбами. Это, с точки зрения истории, абсолютно нормальный процесс. И мне кажется, очень важно вот в эту вот такую кипящую вот эту вот смолу всё-таки пытаться внести какой-то голос разума и успокоить. У меня была только одна цель – чтобы мы воспринимали Украину, судя не по действиям правительства, не по какому-то преступному там правому сектору и неадекватным бандеровцам. А мы не забывали, что украинцы – это наши братья, и разделить наши народы невозможно. Я вас уверяю, пройдёт несколько лет, всё это успокоится, и мы будем, наверное, не без чувства стыда вспоминать, как мы метали друг друга эти стрелы. А не может ли всё закончиться каким-то кошмарным катаклизмом? Мне кажется, что кошмарный катаклизм невозможен, потому что у нас слишком много нитей связи, хотя вы правы в том, что действительно Украина сегодня на грани периода руины. У них был такой период истории очень печальный. Её терзают, и великая может быть боль всего украинского народа, что 20 лет эксперимента, когда у них было независимое государство, но очень сложное. Одна Украина украинская, другая русская. Они пытались прийти к общему знаменателю, а не получилось. Вот сегодня Украина или решит эту проблему, и тогда современной Украине быть. А если не решит, тогда никто не знает, что будет. Мировой катаклизм не мировой, но Украине будет тяжело, если не решат. Мне очень сложно вам отвечать. Вы не будете в новостях, надеюсь, мне показывать. Анатолий Северинов, Радио Посад. Мой сайт смотрят от Аляски до Австралии. Причём по обе стороны земного шара. Я считаю, что всё, что происходит, это интересно. Тем более, ваше поведение очень интересно. Ну, для столь уважаемого человека и подобного мероприятия. Я рад, что вы меня сняли. Да, да, да. Вы хотели спросить? Да, я задал вопрос. Вопрос был о том, почему я не касался религиозной темы. Ну, во-первых, у нас уже было заседание по Украине на интеллектуальном слубе Горловского, в библиотеке. Поэтому сегодня это было в каком-то смысле повторение уже пройденного. Я сделал акцент на чисто историческую, такую древнерусскую часть. Корням обратился. Религиозные проблемы тоже существуют. Это должна быть просто отдельная лекция. Но я вас уверяю, что сегодня для современной Украины религиозный вопрос вообще не важен. Хотя бы потому, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата Майдан поддерживает. Майдан поддерживает униорг. Несмотря, неправда. Читайте литературу. Несенка. Читайте литературу, разбирайтесь. И вы увидите, что всё гораздо сложнее. В частности, я бы обратил ваше внимание на то, что в Крыму сегодня русская власть действует. Но все церкви закреплены по-прежнему за Украинской Православной Церковью. Почему? Скажите, эти церкви не перешли к нам. А у нас всё-таки есть разница. Украинская Православная Церковь Московского Патриархата пользуется автономией. Почему это не сделала? Для того, чтобы не обострять. Украинская Церковь Московского Патриархата занимает с самого начала позицию нейтральную, но очень тревожную. В том смысле, как сказал один из представителей украинского клира, в случае войны мы все вспомним, что мы украинцы. Религиозный вопрос сегодня не стоит остро. Скажите, а как вы прокомментируете тот факт, что когда Мазепа, к примеру, объявил о своей поддержке Карлу, не буду касаться того, что он нарушил крестное целование, это как бы, ну, видимо, не слишком, это же не юридически, да. Так вот, ну просто, вера там тоже как бы не так всё-таки важна для вас, наверное. Дело-то в том, что почему вы так поддержали так мало казаков? Тысячи три не больше. Почему Мазепа поддержал так мало казаков у вас? Ну, вы знаете, во-первых, вам нужно явно взять книжку какую-нибудь, монографию про Мазепу и посмотреть, как Петр Великий реализовывал очень сложную политическую манипуляцию в тот момент. Потому что, когда он понял, что Мазепа против него восстал, он, во-первых, объявил его предателем, а во-вторых, он снизил все налоги. Он принял целую систему мер, чтобы Мазепу дискредитировать, чтобы не породить ещё большее недовольство. А что касается креста целования и веры, мне кажется, это очень важные вопросы для любого человека. Тем более в этот день. Вот, да, то, что Переславская Рада, как бы все, то, что люди, они целовали крест Романовым, это факт. Они нарушили это. То, что вы как раз сказали, руины, это же, если не ошибаюсь, от Химницкого до Мазепы примерно этот период длился. Ну, может быть, как же это, Скоропадский, нет, там был после него. Нет, Скоропадский. Да, нет, я не говорю, что это такое, это, до 1720-х годов. Ну, кстати, вы довольно хорошо знаете украинскую историю, хотя бы по основным фамилиям. Значит, это всё сложно, я не смогу вам просто... Я могу вам сказать, вот только вот смотрите, есть договор, вот между мной и вами он подписан, и мы что-то пообещали. И он что-то пообещал, очень важное для вас, а потом решил это не исполнять, потому что я чувствую, что я сильный, а вы слабые, мне ответить не можете. И вы как себя будете чувствовать? Вот ответьте, как вы будете себя чувствовать в этом состоянии? То есть, если... Вот мы с вами подписали равноправный договор, а я не просто не исполняю свою часть, а ещё и начинаю вас... Он что-то не был равноправным договором. Это... Дело в том, что это был царь. Вы мне ответите, как бы вы себя чувствовали в этом состоянии? Если бы я нарушил ваше право. Ну, это было бы незаконно, это было бы нечетно. Это ответ, всё, а всё остальное это уже дополнительное... Ну, не факт, что как бы... Дело-то в том, что сам-то царь, они... Ну, это слишком нужно долго разбираться в этой теме, действительно... Светы и слова, долго разбираться. Бояре эти... Ну, Перевиславская рада, опять же, 54-го года, так. Ну, как же это... Хмельницкий, ООН, так... То есть, вы уверены, да, что это действительно был равноправный договор, да, по-вашему? Смотря что в него вкладывается, но это был договор... Я просто точно упоминаю именно вот эти все пункты и всё такое. Ну, я лично знаю точно. И вот ещё что. Вы сказали, вот, по поводу тирании Боголёбского, да, ну, вот, видите, церковь его признала абсолютно точно святым. То, что он... Это, знаете, это очень сложно... И вот эта повесть об убедении. Я просто делал анализ, знаете, на одной из... Ну, конференц, скажем так, именно этого, именно этой повести. И там даже задавали вопросы, что вот действительно, если, несмотря на то, что вот он был... Действительно, его разграбление Киева и всё такое, тем не менее же его признали святым, да, ну, потому что он действительно всё-таки главный это... Хорошо, мне всё это понятно. Значит, что касается повести об убедении Андрея Боголёбского, лучше всего почитать работу Игоря Данилёвского. Он выполняет очень сложный их анализ. Он специалист, его можно верить. Посмотрите, это очень любопытно. Во-вторых, есть разница между церковным взглядом на историю и светским, научным. Понимаете, они не всегда совпадают. Да, вот раньше... И чаще всего всегда не совпадают. А что касается прославления, у церкви бывает множество разных мотивов для того, чтобы канонизировать того или иного человека. Вот скажите мне, последний русский царь Николай II, он может быть признан частью общества, например, виновным в провале русско-японской войны, в Первой мировой, в Хадынской давке, в Кровавом воскресенье. А вот определенная часть общества, она считает, чтобы тон не самый сильный был. По-разному жидомосон уже тоже, да, они тоже считают, что жидомосоны. Вот ответ мой такой. Люди считают по-разному. Мой ответ вот в чем. Николай II, это очень спорная фигура русской истории. Спорная. Давайте с этим согласимся. Потому что разные взгляды. Спорная. Но он прославлен. Почему? Потому что он страстно терпит за свою мученическую кончину. Не за то, что это был человек великих талантов государственных, а что вот он принял такой мученический венец. Это страстно терпит. Понимаете? С Сергеем Радоневичем невозможно сравнить, потому что это совершенно два разных жития. Он нужно просто... Я же не говорю, что он был в политике государства. ...что бывает по-разному. И с Андреем Боголюховым тоже много вопросов, которые никогда мы не сможем... Мне кажется, что с Иенушей как будто у него другаяся проблема. Мне кажется, у Иенуши как будто надо разобраться с ним, что он хочет. Он хочет подтверждение собственной точки зрения или истины? Или истины как будто бы. Вот это как мы так... Истины. Что надо брать? Нет, а вот такое ощущение, что... Нет. Нет. У меня вот чисто со стороны у человека состоится впечатление, что вы совершенно определенного... Ну, во-первых, их как бы не много, да, но вполне определенного, как бы определенной направленности книжки читаете. Мне кажется, чтобы для того, чтобы истину искать, надо и много книжек прочитать, во-первых, да, а во-вторых, разных книжек, да. Я разные читал. Вот, и тогда, ну, может быть, я что-то... Ну, я просто верующий человек, понимаете? Простите, а ваши друзья тоже люди воцерковленные были? Нет, мы просто сегодня с ними... А, вы с ними познакомились сегодня первый раз, да? Увидели их? Вот эти двое, которые сидели с вами. Просто вы видели себя достаточно одинаково. Вам явно было скучно. И это вы все по радио будете, да, вот мое, то, что я говорю сейчас, да, и это все услышат, да, что я сейчас говорю. К телевидению я не имею отношения. Вопрос, а вот эта надпись у вас на груди, это имеет отношение какое-то к вашей воцерковленности, вере, там, конфессии какой-то? Нет, ну, я не знаю, вы сказали, вы человек верующий и так далее. Вот я сужу по этому, что просто. Ну, вот у меня просто нет же какой-то неприличной надписи, скажем. И даже приличной, я отвечаю за, нет, я просто отвечаю за то, что на мне написано. Я не знал, что сегодня будет реакция, поэтому я пришел просто в кабинет. Так, ну вы, а почему, отличный вопрос. Почему вы тогда не встали и не ушли, и вам было явно скучно? Ну, потому что мне попросил. Кто попросил? Библиотека. Какой библиотек? Анастасия, вы попросили этого юношу в следующий раз. Прошу вас быть избирательной в своих просьбах.